Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю очень интересный и даже, наверное, забавный вкусный десерт, который называется кекс с лесными орехами. Все было бы очень просто, но я не люблю простые рецепты. Этот рецепт из книги знаменитого австрийского кондитера Карла Шумахера. В этом рецепте интересно именно то, что кроме обычных компонентов мы будем использовать лесные орехи вместе со скорлупой. Именно так, со скорлупой. Я только что приготовил эти лесные орехи со скорлупой. Сейчас я покажу, как это было. У меня есть вот такие прекрасные лесные орехи. Они достаточно крупные. Лесные орехи нужно замочить в воде, слегка просушить и потом растереть вместе со скорлупой. Интересно, какого вкуса получатся эти лесные орехи со скорлупой? Будет ли слышна скорлупа в готовом продукте? И насколько это будет вкусно? Давайте попробуем. Сейчас я орешки замачиваю в воде. Я очень тщательно промыл скорлупу орехов в проточной воде и замочил их в фильтрованной воде. Я думаю, водичкой они будут купаться около часа. Фундук замачивался в воде 70 минут. Вот такой он красивый получился. Я достаю его из воды и слегка просушиваю. В рецепте Карла Шумахе рассказано, когда мы немного просушим орехи в фундук, их нужно протереть через протирочную машину. У меня протирочной машины нет, поэтому я попытаюсь сначала их измельчить в ступке, а потом в кофемолке. Все прекрасно измельчается, но я думаю, перед тем, как пропустить массу через кофемолку, я сначала достану ядра, потому что если мы их будем размалывать сразу в кофемолке с шашкарлупой, то ядрышки выпустят масло, и у нас ничего хорошего не получится. Я почистил фундук, и я взял, измельчил шкарлупу. Сейчас я натру ядро фундука на терку, смешаю вместе с просеянной фракцией шкарлупы, и прогрею на сковороде до средней степени обжарки. Как сказано в книге, вкус зависит именно от правильной степени обжарки. Для того, чтобы приготовить кекс с лесными орехами, я буду использовать куриные яйца, сахар, тертую бисквитную крошку, в рецепте указано просто сухари, но я использую бисквитную крошку, домашний маргарин, соль, молотая корица, вот это и есть настоящие лесные орехи вместе со скорлупой, а также кукурузный крахмал. Я выливаю яйца в дежурки стомеса, высыпаю сахар, высыпаю соль и корицу, и взбиваю все в хорошую пену. В тесто для кекса я также добавляю свой домашний маргарин. Как сделать домашний маргарин, смотрите, ссылочка вот здесь вверху. Сейчас я маргарин растапливаю до жидкого состояния. Я смазал разъемное кольцо маргарином, и теперь посыпаю его тертыми орехами вместе со скорлупой. Сейчас я смешиваю бисквитную крошку, лесные орехи со скорлупой, и кукурузный крахмал. Яичная масса уже готова. Я переливаю ее в стеклянную тарелку. Теперь я перемешиваю яичную массу со смесью крошек и орехов. Аккуратно, складывающими движениями, чтобы как можно больше сохранить воздуха в яичной смеси. Это самый ответственный момент в приготовлении любых бисквитов. Домашний маргарин я уже растопил. Вот он такой, очень нежный, как будто бы подтаявшее мороженое. В это время у меня разогрета духовка до температуры 160 градусов. Кекс из лесных орехов по рецепту Карла Шумахера уже приготовился. Начинаем его дегустацию. Я специально не ел зеленый чай, чтобы подчеркнуть вкус кекса, потому что именно этот кекс я ел первый раз. И для меня было интересно, как же сыграет скорлупа лесных орехов в кексе. Поэтому сейчас я просто пробую, чтобы сказать, вкусно это или нет. Аромат шоколадной бисквитной крошки очень хорошо слышно. Сам кекс достаточно влажный, благодаря тому, что там было большое количество сливочного масла или в моем случае домашнего маргарина. Пахнет приятно. Вкус обалденный. Именно как хороший, качественный бисквит слышны лесные орехи, но где-то отдаленно такая мелкая-мелкая фракция крупких, как будто бы очень крупные зерна крахмала. Они слегка пружинят на зубах. Если бы мне не сказали, что здесь присутствует скорлупа ореха, я бы ни до что не догадался. Есть какая-то интересная крупича, то есть как будто бы в некоторых рецептах хозяйки для добавления загадочности добавляют манную крупу. Пока я дегустировал и все рассказывал, я не заметил, что я съел весь кусочек. То есть все-таки кекс получился очень вкусным. И если у меня будет желание, я с удовольствием еще сделаю кекс по этому рецепту. А теперь пока несколько нюансов, которые всплыли. Для того, чтобы кекс не оседал, нужно использовать промоугольную форму размером 18 см на 9 см. У меня такой формы нет, поэтому я решил использовать раздвижное тортовое кольцо, чтобы уменьшить сам размер формы. Так как я его использую очень редко, то я забыл под него подложить жесткое основание. И в момент переноса самой заготовки в духовку у меня часть теста пролилась. Поэтому это был минус. Из-за того, что конечно форма круглая, а не прямоугольная, сама серединка может быть миллиметров до 10 см просела. А так все получилось идеально. Так же, как и все рецепты в книге Карла Шумахера. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь, рядышком, есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место.